Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Пишут о том, что Пугачёва отказалась выходить на сцену на вот этом антироссийском шабу-швайкуле под названием «Лайма-рандеву» 2023 года. Не сошлись вроде как в деньгах, как пишут СМИ. Отдельно поговорим об этом. Но она всё-таки вышла на сцену. Она всё-таки вышла на сцену. И спела. И всем стало понятно, почему она, собственно говоря, уже не поёт и не выходит на эту сцену. Люди пишут, что это ужас. Голоса просто больше нет. Кадры на ваших экранах. Она на сцене с сыном. Поёт песенку «Пандемия уходи». И вы знаете, там действительно уже всё очень и очень сложно. Поэтому исключительно только в качестве человека, открывающего рот. Под фонограмму я имею в виду. Ну, может быть, это ещё хоть как-то возможно. Спеть вживую, насколько я понимаю, насколько пишут люди, ну, там практически нереально уже вообще. Поэтому её выход на сцену будет понятно, что это фонограмма. Ну, а в общем-то это имеет политический окрас. Потому что Вайкуле всячески старается в каждом выступлении сказать, что будет Пугачёв. И, возможно, она споёт, завлекая, чтобы продать билеты. Заметьте, везде деньги. Билеты – деньги. Договориться с Пугачёвой, с мужем, с её заморским гастролёром – деньги. Прямые эфиры – деньги. То деньги. Везде золотой телец. Это было с молодости, с малых лет. Я имею в виду с молодых лет. Поэтому для них, для них, значит, те печенья, которые раздают в посольствах иностранных, они очень вкусные. Потому что они зелёного цвета. Зелёного цвета и очень хорошо шуршат. Друзья, что думаете на сей счёт? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграмм, канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. И внизу ссылочка на мои социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и Запрещеннограмм. Успехов, здоровья! Всем пока! До встречи!